Добрый день! На 12-м канале Час новостей в студии Юлия Комарова. И вот о чем мы сегодня расскажем. Подвел итоги и наметил еще более масштабные планы на будущее. Предусмотреть дополнительную поддержку для аграриев, пострадавших от паводка. Губернатор Виталий Хаценко выступил с отчетом о работе правительства. Что ждет регион в будущем и в каких направлениях он будет развиваться. Не вышел на линию, лишился премии. В Омске введут штрафы для перевозчиков за срыв графика. А также нетрезвой толпы у многоэтажек больше не будет. Вводят запрет и на работу алкомаркетов в жилых домах. Какие еще законы приняты? Самое время позаботиться о будущем. В Омской области стартовала приемная кампания. Он всегда был такой промышленной кузницей. На какие еще специальности могут поступить абитуриенты и сколько в этом году доступно бюджетных мест для обучения. Исполнить мечту каждого ребенка для ребят с ограниченными возможностями здоровья прошел необычный пикник. Как общение с животными помогает в борьбе с недугом. И начнем с главного политического события дня. Губернатор Виталий Хаценко выступил с отчетом о работе Омского правительства за 2023 год. Расширенное заседание Законодательного собрания прошло сегодня. В своем отчете глава региона затронул все сферы экономики и социальной политики. Рассказал о ходе реализации нацпроектов и о социальной поддержке жителей Омской области. Отдельное внимание в своем выступлении губернатор уделил борьбе с паводком в северных районах. Он отметил вклад всех, кто участвовал и продолжает участвовать в ликвидации последствий наводнения. Спасателей МЧС, медиков, волонтеров, местных жителей, кабинета министров регионального правительства и депутатов. С учетом чрезвычайной ситуации, сложившейся на севере, прошу региональное министерство сельского хозяйства предусмотреть дополнительную поддержку для аграриев, пострадавших от паводка. Необходимо помочь им восстановить мощности и вернуться в сельскохозяйственный цикл. Отдельно хочу поблагодарить депутатов Законодательного собрания, руководителей региональных организаций и всех обещей за помощь северным районам в борьбе с паводком моего последствия. В целом отчет губернатора затронул все жизненно важные сферы. Так, благодаря нацпроектам, которые инициировал президент Владимир Путин, в прошлом году в регион удалось привлечь более 27 миллиардов рублей. На эти деньги было построено два детских сада, три школы, бассейн на Московке-2, больше 80 фапов и врачебных амбулаторий. Выполнен ремонт дорог, в Омске проведена реконструкция Ленинградского моста. На будущее Виталий Хаценко поставил задачу. Омская область должна воспользоваться такой федеральной поддержкой по максимуму. В новой системе национальных проектов задача простая и понятная. Наш регион должен стать участником каждого национального проекта. Объемы привлекаемой федеральной поддержки должны быть кратно увеличены. Это ресурсы для долгосрочного развития Омской области. Сразу скажу, что всю работу, связанную с проектированием, с подготовкой СМИД, экспертиз на стройки, на ремонт, на реконструкции, мы начали заранее. И что нам позволяет как раз попасть в большинство национальных проектов, о которых говорил президент, послание федеральному собранию. Будет продолжена работа по созданию промышленных кластеров и особых экономических зон. Это позволит привлечь новых инвесторов и открывать новые заводы. А значит создавать рабочие места и увеличить выпуск продукции в Омской области, чтобы обеспечить потребности жителей, а также наладить поставки в регионы России и экспорт в другие страны. Речь о нефтеперерабатывающей отрасли, производстве машинного, светотехнического оборудования, животноводстве и растениеводстве. Продолжается возведение гидроузла, реконструкция систем водоснабжения, газификация частного сектора. В 2023-м к голубому топливу подключено 10 тысяч домовладений, а также строительство газопроводов. В июле прошлого года началось строительство газопровода отводов в Саргатском и Большеречевском районах. К концу года планируем его завершить. Проект позволит газифицировать свыше 7 тысяч потребителей, 52 котельные, 18 населенных пунктов Большеречевского района. На этом не остановимся. От Большеречи газ пойдет на север области до города Тары. Подробно остановился губернатор и на теме спецоперации. В течение года проведена работа по актуализации социальных паспортов для оказания помощи участникам СВО и членов их семей. Открыт первый в России межнациональный и межконфессиональный центр гуманитарной помощи. Появились новые меры поддержки. Так, дети участников спецоперации, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, направляются в первоочередном порядке на оплачиваемую практику. А студенты техникумов и колледжей очной формы имеют право на получение бесплатного горячего питания. Установлена льгота и по транспортному налогу. Отчет губернатора и работу правительства в 2023 году высоко оценили все, кто присутствовал в зале заседания. Это депутаты Государственной думы о Томской области, представители общественных объединений и конфессий, а также руководители предприятий и организаций. Многие отметили успешную работу по развитию инфраструктуры, в частности, возведение четырех десятков вышек сотовой связи для устранения цифрового неравенства, запуск нового водопровода в Чернолучинской зоне, где питьевую чистую воду получат не только 6 тысяч местных жителей, но и 43 детских лагеря, также строительство учреждений здравоохранения. Речь шла больше, наверное, даже о планах, которые сегодня выстроены уже. О хорошем, наверное, даже отличном задели вообще на будущее. В том фундаменте, который сегодня сделан для нового этапа в развитии социально-экономическом нашей области. Очень много делается на инвестиционных комитетах. Я сам участвую в работе. Вот вчера было заседание инвестиционных комитетов. На каждом инвестиционном комитете это 4, 5, 7 проектов рассматриваются, которые дают нам в будущем и новые рабочие места. И доходная часть увеличивает в наш бюджет. Соответственно, на эти деньги мы можем тратить их. И на то же самое строительство детских садов, школы, на ремонты и так далее. Мне понравился вообще раздел по социально-гуманитарной сфере. Тоже все разложено было по полочкам. Я думаю, что задачи очень большие. Улучшая инвестиционную привлекательность и создавая особые экономические зоны, в Омской области привлекают новые предприятия и создают рабочие места с достойной заработной платой. Как следствие, в регионе снижается уровень безработицы и отмечается рост экономических показателей. Рост объемов сегодня очень большой. Занятость населения, нам нужны кадры, обучение сегодня. То есть такой подъем мы давно ждали, чтобы в принципе наше население сегодня. Не смотрели на Москву и на Петер, раньше за рубеж убегали. Слава Богу, сейчас не убегают. Создать условия нормальные для жизни людей. Они создаются, мы это видим и люди это видят. Поэтому я как депутат благодарю, что все это делается. Мы готовы и в школу участвовать, и готовы и в садиках поддерживать со мной. И готовы ребят воспитывать, чтобы пришли к нам на смену достойно, и чтобы сделали лучше, чем мы сегодня сделали. Общественность была всегда рядом с правительством, с законодательной властью в реализации национальных проектов. И задача, которая была поставлена в начале 2023 года об участии региона буквально во всех национальных проектах, я, судя по докладу, отмечаю, что эта задача выполняется. А тогда, когда эти достижения сопровождаются большим вливанием в социальную сферу, и это используется населением, обществом нашим, то это дорогого стоит. Из-за нарушения графика движения общественного транспорта перевозчики заплатят до 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа. Соответствующий законодатель проект сегодня приняли депутаты во время заседания законодательного собрания региона. Планируется, что он вступит в силу уже 1 сентября. Изменения призваны улучшить транспортную доступность для мячей и рублем наказывать недобросовестных перевозчиков. Размер санкций увеличится. И для зайцев, если выяснится, что пассажир не заплатил за проезд, штраф составит от 300 до 1000 рублей, при повторном нарушении до 2000. Такой проект принят в первом чтении. К его дальнейшему рассмотрению парламентарии вернутся на следующем заседании. И еще одно изменение, которое вскоре вступит в силу, касается ночной продажи спиртных напитков в алкомаркетах, которые расположены в жилых домах. Разработан, напомню, в соответствии с федеральным законом, который нам предоставил возможность такую, наделил полномочия по ограничению времени работы, так называемых, наливая, таких объектов, которые работают в формате магазина, в ночное время как предприятие общепита. Такую торговлю с 22 часов и до 10 утра запретят во всех заведениях, кроме ресторанов. Они должны соответствовать определенным нормам и требованиям. Одно из основных – это зал для обслуживания клиентов, должен иметь площадь не менее 50 квадратных метров. Закон начнет действовать спустя 10 дней после официальной публикации документа. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску «Часа новостей». Смотрите в 19.30. Комплектующие и сельхозтехнику производства нашего предприятия проектирует 17-летний эрудит из Омска. Я сейчас моделирую новую барону. Высоко оценил оборудование делегаций из Казахстана, какие агрегаты на особым счету у зарубежных партнеров, почему в первую очередь гости отправились по районам области и в каких еще сферах продолжится взаимовыгодное сотрудничество, расскажет Анна Лукьянец. Пока родители на работе, школьники в жару ищут развлечений у воды. Забывая, насколько это опасно. По 9 лет, по 8, по 7 лет сразу с акватории береговой линии выводим их. То есть выгоняем, отправляем домой. Всего за пару дней утонули несколько человек. Не отдыхают, а работают на пляжах сегодня и спасатели. Патрулируют как с берега, так и с воды. Очень много случаев. Нужно следить за своими детьми и знать, где они. Небезопасно это все. Почему именно в этом году вода особенно опасна, узнала Анастасия Вишова. И сегодня в Омских вузах и учреждениях среднего профессионального образования стартует первая волна приемной кампании. Подать заявление выпускники 2024 года могут в пять университетов. При этом каждое образовательное учреждение самостоятельно ограничивает количество специальностей, на которые примут документы. Ждут абитуриентов и в профессиональных техникумах и колледжах. В этом году в них увеличили количество бюджетных мест на 438 единиц. Бесплатно обучать будут специалистов для сельского хозяйства, медицины и образования. В приоритете также подготовка инженеров. Ом всегда был такой промышленной кузницей. Здесь много предприятий разного направления, связанных именно с промышленным производством. Поэтому для того, чтобы удовлетворить потребность региональной экономики и региональных предприятий в этом направлении, мы, отработав с Минпромом и с каждым отдельным промышленным предприятием, мы основной костяк мест порядка 49% уделяем именно этому направлению. Добавлю, что сегодня на территории региона работают 46 учреждений среднего профессионального образования и 22 вуза. Какие условия обучения и перспективы трудоустройства обещают потенциальным студентам, подробный материал о старте приемной кампании смотрите сегодня в выпусках программы «Час новостей». Народный артист России Дмитрий Харатьян выступил с лекцией для сотрудников омской полиции. Мероприятие состоялось в культурном центре МВД. Творческий деятель, он же спикер российского общества знания, поднимал вопросы нравственных и патриотических ценностей. По его мнению, это основа национального благополучия. Дмитрий Харатьян подчеркивает, на этой сцене он не артист. Говорит, он от лица обычного гражданина. И свой вклад в защиту своей страны может нести каждый человек, независимо от возраста, места работы и выбора жизненного пути. Для меня судьба и Родина едины. Все, что происходит в моей стране, для меня важно и отзывается. Я бы хотел, конечно, поделиться своими мыслями, своими взглядами, своей позицией, с аудиторией как можно большей, для того, чтобы разобраться и вместе определиться в каких-то базовых понятиях, о ценностях человеческих, общечеловеческих, ну и, конечно, о наших российских приоритетах и понимании текущего момента. Петровский пост по новому стилю отменен из-за слишком поздней Пасхи в этом году. Насколько правдоподобна эта информация, появившаяся в интернете, в прямом эфире 12-го канала расскажет митрополит омский Таврический Дионисий. В программе «Благовесть слова пастыря» Владыка также подробно остановится на теме празднования Троица и в предстоящем крестном ходе на Байдарках. Поделится архиереей планами посещения епархий Омской области. Я думаю, что для каждого верующего православного человека визит митрополита правящего архиерея – это большое событие, большой праздник. Я знаю, что будут и литургии запланированы в больших соборах на территории районов Омской области. И вот как раз таким примерным графиком Владыка ознакомит наших телезрителей. Ответит митрополит Дионисий на вопросы телезрителей. Задать их можно во время прямого эфира. Итак, смотрите программу «Благовесть слова пастыря» сегодня в 17 часов 20 минут на 12-м канале в эфире общественного телевидения России. Когда полнота жизни доступна всем, для ребят с ограниченными возможностями здоровья провели палеотивный пикник. Подопечные благотворительного фонда и их семьи общались между собой и кормили лошадей. А также украсили на счастье настоящую подкову. Встреча стала началом большой программы мероприятий. Подробности в нашем материале. Виктории Козловой смелости не занимать. Она одна из первых отважилась покормить коня по кличке Инар. Выбирает самую красивую морковь. Говорит, лошади все чувствуют. Поэтому каждый жест и слово хранит в себе тепло. Девушке 24. Она страдает неизлечимым заболеванием миопатия. С недугом помогает справиться не только верный помощник и друг, мама, но и сильный характер. Вика получила степень бакалавра по психологии. Теперь учится в магистратуре. Когда были в Воложке в 2017 году, после моей первой операции, ну, на реабилитации, увидела, знаете, конную экскурсию в горах. Мама хоть меня и отговаривала от этого, но я смогла уговорить маму. Покаталась на лошадях два часа. Ну, с перерывами, но все равно смогла. Доктора тогда очень этому удивились. Знакомят ребят и с любимчиками конюшни – пони. Знаете, у нас 12 лет в этом году, зефирки 6. Ровно в два раза. Ипотерапия – это не только про реабилитацию с помощью езды, но и про обычное общение и контакт с самим животным. Хорошо. Можете помочь? А как? Поцеловать можно, да. Поцеловать Инара. Дарья все же сумела. О, непередаваемо. Первый раз с ними контактирую. Это для меня прям такой большой пласт эмоций, большой пласт информации. Я вообще не думала, что лошади настолько умные. Ребят на встрече семь. У каждого свои особенности здоровья. Поэтому важен индивидуальный подход, рассказывают организаторы. За подопечными закреплен свой волонтер для того, чтобы мамы и папы тоже смогли отдохнуть. Мне так вообще очень редко приходится выходить из дома. Возможности мало. И тем более на природу, и куда-то за город, и с лошадьми пообщаться, которых я просто обожаю. Я уже на другой конюшне была. Там каталась на лошади. Каждый подопечный фонда уйдет с подарком, который, кстати, сам смастерит. Настоящая подкова станет талисманом на счастье, а также напоминанием об этом насыщенном дне. Наша философия и принцип – это полнота жизни каждый день. Нам важно, чтобы семья нашего подопечного не только была в болезни, в лечении, в каких-то процедурах, но и в полноценной жизни, в развлечениях, в природе. Этот палеотивный пикник станет большим началом серии других встреч. Их реализуют для ребят с ограниченными особенностями здоровья. Поменяют лишь концепцию – рыбалка, катание на каруселях или поход за грибами. Анна Лукинец, Регина Абузарова, Сергей Пайхалов, 12 канал. Омские водомоторники разыграли медали чемпионата региона. Наши кикбоксеры отличились на первенстве России в Подмосковье, а экс-игрок «Авангарда» стал хоккеистом года по мнению Международной Федерации. Все подробности у спортивного обозревателя 12 канала Алексея Дарьева. Омские водомоторники разыграли медали чемпионата и первенства региона. Соревнования прошли в акватории Иртыша и собрали порядка 25 участников. Спортсмены соревновались в гонке 4 по 7,5 миль. По итогам турнира среди юношей в классах «Мото-лодок» победу одержали Тимофей Лелякин, Матвей Лелякин и Илья Захаров. У взрослых лидировали Никита Шалыгин, Николай Егоров, Артем Бадамшин и Татьяна Лелякина. В классах «Глиссеров» отличились Анатолий Шиндяпин, Юрий Гнущенко и Константин Навроцкий. В классе «Скутеров» награду высшей пробы завоевала Татьяна Лелякина. Омские кикбоксеры отличились на первенстве России среди школьников в подмосковном Одинцово. Победу в разделе «Поинтфайнтинг» одержала Ольга Мыльникова. Также спортсменка завоевала бронзу в разделе «Лайтконтакт». Серебряные медали в этих дисциплинах на счету Дарьи Дашук, а бронзовые у Александра Кулагина. Еще одно серебро в разделе «Поинтфайнтинг» взял Кирилл Радченко. В общей сложности на счету наших земляков семь наград представительных всероссийских стартов. Международная федерация хоккея объявила имя победителя в номинации «Лучший хоккеист года». Им стал бывший нападающий «Авангарда» Роман Червенко. В голосовании участвовали более ста спортивных журналистов из 22 стран. Набрав почти треть голосов, Червенко опередил швейцарского защитника Романа Йозе, а также своего соотечественника Галкипера Лукаша Достова. Напомним, Червенко провел в «Омском авангарде» два сезона по итогам обоих, попадая в списки лучших бомбардиров лиги и клуба. Всего за «Ястребов» он сыграл 137 матчей. Нападающий забросил в них 70 шейб и отдал 60 результативных передач. Червенко играл в одной тройке с Яромиром Ягром. В сезоне 2011-2012 годов хоккеист завоевывал серебряные медали чемпионата России в составе «Ястребов». В том же году форвард покинул «Омск». Последние пять лет Роман играет в Швейцарии за клуб «Рапперсвиль». А 26 мая он стал чемпионом мира в составе сборной Чехии. Алексей Дарьев, 12 канал. Ночное время плюс 18, плюс 20. Днем 26-28 градусов выше нуля. В районах облачно, дождь, ночью до плюс 15. Дневная температура 21-23 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. И атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Далее вас ждет программа «Благовесть слова пастыря». Но у меня на этом все новости. До встречи в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова